У входа в кафе в Найроби гостей встречает юная кинейка Наташа Мванги. У неё церебральный паралич, и раньше она о работе даже не мечтала. Но в это заведение принимают сотрудников с различными нервными заболеваниями и умственной отсталостью. Кафе недавно открыла Диана Айо. По профессии она инженер-механик, но ей пришлось стать экспертом в области когнитивных нарушений. Побудила к этому болезнь дочери. «Меня вдохновила моя шестилетняя дочь Аира, и кафе названо её именем. У неё аутизм и редкая болезнь, которая сопровождается умственной отсталостью. Я знаю, что общество таких людей не принимает, и о них не заботятся. Я хочу показать миру, что даже таким людям можно дать шанс». В кафе приходят работать молодые люди с аутизмом, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, церебральным параличом и дислексией. «Мне нравится здесь, потому что хозяйка хорошо относится к людям с ограниченными интеллектуальными возможностями. И мне нравится то, что здесь таким людям дают работу и дарят любовь. Также для меня это возможность идти вперёд». Диана говорит, что к ней постоянно приходят родители детей-инвалидов и просят взять их на работу. Однако количество мест ограничено. «У меня здесь есть и волонтёры. Пока я им не плачу зарплату. Просто их родители говорят, что для детей важно даже просто выйти из дома и пойти на работу. Это даёт смысл в жизни». «Мы должны дать шанс людям с такими болезнями. Должны показать, что они могут работать так же, как и любой другой человек». В кафе приезжают клиенты со всей кенийской столицы. Некоторые также страдают от различных когнитивных нарушений. Здесь они могут побеседовать с другими гостями и обсудить свои проблемы. Кроме того, в кафе проходят семинары. На них родителям объясняют, как правильно помогать ребёнку с умственной отсталостью или нервным заболеванием. Раньше работа была единственным, что заботила австралийку Салли. Она была ею буквально одержима. «Когда я не была на работе, я думала о работе и была полностью поглощена работой». Женщина трижды перенесла эмоциональное выгорание и была вынуждена взять отпуск. В конце концов, она решила уволиться с должности менеджера-консультанта по недвижимости. По данным исследователей, каждый пятый работающий человек в мире страдает от трудоголизма. «Если сравнивать эту зависимость с другими, хорошо известными, такими как азартные игры или видеоигры, то она гораздо более распространена». Около 60 стран сегодня принимают участие во всемирном исследовании зависимости от работы. Цель в том, чтобы определить причины, которые приводят к трудоголизму. Изучают разные условия, включая самозанятость, а также работу на руководящей должности или должности менеджера. В Австралии этим исследованием руководит Рэйчел Поттер из Университета Южной Австралии. «Большой фактор риска – рабочее время, что немного беспокоит, потому что Австралия занимает лидирующее место в мире с точки зрения количества рабочего времени». Кроме того, повлияла и пандемия, из-за которой многие стали работать удалённо, и понятие «рабочего дня» размылось ещё больше. «Сейчас люди гораздо чаще проверяют электронную почту поздно ночью, особенно отвечая начальникам. Они чувствуют себя обязанными это делать». Ранние выводы показали – 30% австралийцев, вероятно, страдают от трудоголизма в течение своей карьеры. Причём женщины подвержены большему риску, чем мужчины. Ну а Салли, между тем, нашла для себя новое призвание. Она помогает справиться с зависимостью от работы другим трудоголикам. «Лебединое озеро» – такое имя получил этот комплект драгоценностей после гибели принцессы Дианы. Спустя 26 лет его выставят на торги в Нью-Йорке. Ожерелье из бриллиантов и жемчуга леди Ди надела во время своего последнего официального появления на публике. Это было в июне 1997 года. «Принцесса присутствовала на торжественном открытии спектакля «Лебединое озеро» в Альберт Холле в Лондоне. Она была покровительницей танцев. Это было великолепное событие. Диану сфотографировали десятки тысяч раз». Платиновое колье и серьги инкрустированы бриллиантами, общим весом 52 карата, а также украшены семью жемчужинами южных морей. Дизайн изделий разработала сама Диана, а работу выполняла ювелирная компания «Гаррард». Этот комплект должен был стать символом новой жизни принцессы после развода с принцем Чарльзом. На спектакль «Лебединое озеро» Диана надела только ожерелье. После этого ювелиры попросили его вернуть, поскольку серьги ещё не были готовы. Колье было необходимо, чтобы завершить работу. Этот комплект должен был стать подарком для принцессы, но она его так и не получила. «Леди Диана» погибла в автокатастрофе через два месяца после спектакля. Позже королевская семья попросила ювелирную фирму продать драгоценности. Аукционисты считают этот лот уникальным, поскольку другие украшения «Леди Дианы» вряд ли когда-нибудь попадут на торги. «Во сколько оценить единственное украшение Дианы, которое продадут? Трудно сказать. Возможно, за него заплатят 5 миллионов долларов или 10 миллионов, а может быть 15 миллионов – всё возможно. Но мы считаем эти драгоценности исключительными и бесценными». Принцесса Диана была супругой принца Чарльза с 1981 по 1996 год. Второй раунд трансграничного огня за неделю. Он случился после того, как Израиль во вторник нанёс удары по трём командирам исламского джихада – группировке, запрещённой в России и других странах. Цахал говорит, что ликвидированные боевики планировали нападение на израильтян. В среду из сектора газа по Израилю выпустили около 400 ракет. Как сообщил премьер-министр Бенимин Нетаньяху, треть из них не долетела и упала на палестинских территориях. Также зафиксировали попадание в жилой дом в израильском городе Сдерот. Сирены звучали не только в приграничных районах, но и в Тель-Авиве. «Это страшно для обеих сторон. Нам страшно. Да, мы бежим в укрытие. Знаете, я вспоминаю, как было раньше, и это было ужасно. Это также ужасно для палестинских детей, у которых нет укрытий. Так что я сочувствую и нам, и им. Это очень грустная ситуация». В ответ на обстрел Израиль продолжил операцию, стук по крыше, нацеливаясь на многоэтажки с базами лидеров исламского джихада. «Граждане Израиля, кампания всё ещё продолжается. В этот самый момент наши силы яростно атакуют сектор Газа и требуют от террористических организаций заплатить высокую цену. Я хотел бы повторить. Кто бы не причинил нам вред, кто бы не послал против нас террористов, он за это заплатит». Армия Израиля сообщает, что поразила более 50 целей, включая места запуска ракет. Исламский джихад заявил, что три дома в Газе, которые, по-видимому, были эвакуированы после предупреждений со стороны Израиля, были обстреляны после наступления темноты. На прошлой неделе исламский джихад запустил более 100 ракет по Израилю, а израильские ВВС нанесли авиаудары по целям в Газе. Этот обстрел произошёл после того, как один исламистский боевик умер в результате голодовки в знак протеста в израильской тюрьме. Школьное обучение на австралийском острове Грейт Кэппл выглядит немного иначе, чем в других местах. Это смесь онлайн-обучения, купания в океане и использование уникальных способов получения знаний. И школьный класс этих девочек очень отличается от того, что было бы в городе. «Итак, у нас есть первый класс и подготовительный для пяти и шести лет». В целом, на этом пляжном острове недалеко от побережья центрального Квинсленда проживает 20 человек. Семья Эми Харрис переехала сюда из Брисбана семь лет назад. Муж женщины работает в местном отеле. «Келли – мой муж, менеджер. Так что у него много работы. Он не помогает в учёбе. Кроме того, я работаю полный рабочий день, планируя свадьбы». Девочки живут на острове с рождения. Когда началась школа, пришлось искать выход. «Итак, они проводят, вероятно, около часа или двух часов онлайн с учителем дистанционного обучения. А в перерывах делают уроки. Мы должны действительно осознавать, что школьники не находятся перед нами. И поэтому во время уроков мы должны проверять, вовлечены ли ученики в процесс». А после занятий уроки продолжаются уже на природе. «Мы много считаем, когда собираем какие-то вещи, палочки, ракушки, учимся писать на песке». «Конечно, жизнь на острове не всегда доставляет удовольствие. Например, проблемой может стать доступ к пресной воде и интернету. Но женщина пока ни о чём не жалеет». «Иногда трудно. Порой хочется собрать вещи и вернуться на материк. Но девочки подрастают, становится немного легче их растить. Так что я уже вижу наше будущее здесь». «Лучший из лучших». Малый ван Дейский Бассет Грифон по кличке Бадди Холли обошёл более трёх тысяч соперников и стал звёздным победителем 147-го вестминстерского док-шоу. Причём, он первый представитель породы, завоевавший такой высокий титул. Сейчас его участвуют на смотровой площадке Empire State Building. «Приз вестминстерского клуба собаководства – это не деньги, это престиж и честь. И это историческое событие. То есть, оно становится частью истории в мире собак и в нашей культуре». В док-шоу участвовали собаки 210 пород. Соревнования были разделены на семь категорий – подружейные, гончие, пастушки, служебные, терьеры, комнатно-декоративные и неспортивные. Бадди Холли выступал в категории гончих. Потом семь финалистов состязались за звание лучшего из лучших. «Все свелось к тому, кто же из финалистов прямо просится на пьедестал. И у Бадди Холли голова была высоко поднята, хвост находился в идеальном положении для его породы. Пёс спокойно ходил по рингу. Он и хендлер Дженнис Хейс были одной командой. Они действовали абсолютно слаженно. Думаю, судья это заметил». Бадди Холли – шестилетний кобель. На выставку приехал из калифорнийского города Паум Спрингс. «Бадди Холли приехал в США только в декабре. Он объездил весь мир, так что он путешественник. Пёс родился в Англии, потом жил в Ирландии, а затем в Австралии. И вот он здесь и точно оставил свой след. Он просто счастливчик». Вандейский бассет-грифон – это гончие, выведенное во Франции в 19 веке. Порода разделяется на два типа – большой и малый бассет-грифон. На охоте эти собаки быстрые, ловкие и неутомимые. А в быту – ласковые и весёлые. И очень сообразительные. Сейчас, когда в Китае рождается меньше детей, чем когда-либо, компании, производящие детские товары, не ограничиваются производством бутылочек для молока, переносок и колясок, чтобы сохранить бизнес. «Теперь у нас много одежды для родителей и детей. Сейчас объём продаж одежды для взрослых на самом деле довольно велик. Мы также рассматривали возможность изготовления одежды для домашних животных, но у нас относительно небольшая команда». Китай провалился в демографическую яму в основном из-за своей политики одного ребёнка, которая действовала в период с 1980 по 2015 год. В 2021 власти увеличили ограничения до трёх, но даже во времена COVID-19 пары не хотели заводить много детей. В прошлом году население Китая впервые за шесть десятилетий сократилось. Это важная веха, которая станет началом длительного периода сокращения численности граждан. Продавцы говорят, что рекордно низкая рождаемость ещё не оказала серьёзного влияния на бизнес, но, как ожидается, продажи упадут в ближайшие 3-5 лет. В связи с грядущими изменениями в отрасли, некоторые клиенты обеспокоены тем, что их любимые бренды обанкротятся. «Разнообразие брендов – это хорошо. Но если есть бренд, который нам всегда нравился, мы надеемся, что он сможет остаться в бизнесе. Мы проявляем лояльность к определённым брендам. И мы не хотим проходить процесс принятия незнакомого бренда с нуля». Тем временем аналитики предупреждают о мрачных перспективах для детской индустрии. «Новые компании столкнутся со снижением маржи, плохими доходами, а цены на их акции рухнут, потому что им потребуется один, два, может быть, даже три года, чтобы придумать новую стратегию и реализовать её». По данным ООН, уже в этом году Китай уступит свой статус самой населённой страны мира. Его обгонит Индия. Эта грязная и тяжёлая работа поможет спасти жизни. Кенийские волонтёры очищают от мусора дренажные системы в Кибере. Это крупнейшие трущобы в Африке. Поселение находится в пригороде Нейроби. Здесь живут примерно 250 тысяч человек. Благотворительная организация ищет в Кибере добровольцев. Их обучают правильно готовиться к погодным катаклизмам. Людям также выдают инструменты для уборки мусора. «Мы делаем уборку за несколько дней до начала дождей, так что, когда они начинаются, дренажные системы работают». Река рядом с Киберой периодически выходит из берегов, и в трущобах начинается наводнение. В итоге гибнут люди и страдает имущество. Чтобы этого избежать, благотворительная организация рассылает сообщение с прогнозом погоды волонтёрам, а те переводят его на местные языки. Затем через мессенджера рассылают предупреждение жителям трущоб. «Мы также говорим детям не играть у реки. Ищем торчащие с земли электрические провода и прочищаем сточные канавы, чтобы дождь не застал нас врасплох». Волонтёры получают прогнозы погоды каждую неделю. Это помогает подготовиться не только к затяжным дождям, но и к жаре. Ветхие постройки в трущобах не могут защитить от перегрева. Вместе с прогнозами погоды присылают советы, чтобы помочь людям пережить жаркую погоду. Кроме того, им объясняют, как избежать пожаров. «Эта информация очень важна для людей, поскольку они могут лучше планировать дела. Это помогло многим спасти имущество и даже свою жизнь». Кибера возникла в начале 20 века рядом с Найроби. Здесь живут представители всех основных этнических групп Кении.